Приобрели современное оборудование и обновили автопарк. После капитального ремонта открылась поликлиника в Учкикене. Отстаивал родину на Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал Киев и ветерану Хамурзе Асланову. В его родном ауле открыли мемориальную доску. Почетные гости, люди, обеспечивающие безопасность родины, как отметили в День защитника Отечества в региональном отделении партии КПРФ. Майский вальс, великолепные танцы народов Кавказа, отчетный концерт народов много странат на прошел в Черкесске. Здравствуйте, в эфире телеканала Россия 24, Вести, Карачаева, Черкесия. Карачаева, Черкесия в числе трех регионов приняла участие в торжественном открытии новых объектов, после капитального ремонта в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Церемония открытия объектов проходила в режиме ВКС на международной выставке в форуме «Россия» с участием заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой и министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Глава Карачаева Черкесии вместе с главным врачом Исламом Джатоевым и коллективом медучреждения приветствовали участников церемонии из новой поликлиники Центральной районной больницы Малакарачаевского района в селе Учкикен. Теперь качественная первичная медицинская помощь станет еще доступнее и комфортнее для жителей не только села Учкикен, но всего Малакарачаевского района, отметил Рашид Тимрезов. Я хотел бы еще вот слова благодарности не только лично от себя, а от жителей республики, от этого прекрасного замечательного коллектива передать вам всем. Хочу вас заверить в том, что работу по улучшению системы здравоохранения мы продолжим и благодаря поддержке правительства Российской Федерации, конечно же и региональной программы. И здесь в первую очередь, конечно же, слова благодарности нашему национальному лидеру, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Глава Карачаева Черкесии в ходе рабочей поездки в Малакарачаевский район встретился с жителями и матерью троих сыновей участника специальной военной операции Натальей Айтековой и Рашидом Акбаевым из села Красный Курган участникам СВО, которые находятся в отпуске на реабилитации. Рашид Семрезов поблагодарил гвардии капитана Рашида Акбаева за службу и Наталью Игоревну за достойное воспитание сыновей мужественных, отважных ребят, которые стали на защиту нашей Родины и ее интересов. Глава республики в ходе встречи поинтересовался, в чем нужна поддержка и помощь, и отметил, что во всех вопросах власти окажут содействие. Также глава Карачаева Черкесии Рашид Семрезов провел рабочую встречу с главой Малакарачаевского района Рамазаном Байрамуковым. Рамазан Пахатович рассказал об итогах социально-экономического развития района и о планах на текущий год. В этом году в селе Учкикен завершается строительство школы номер 7 на 960 мест и ремонт Дома культуры в Первомайском. В двух сельских школах начнется капремонт. Также обсудили вопросы, связанные с водоснабжением и социальной дугазификацией частных домовладений. Еще одна важная тема – поддержка военнослужащих и членов их семей. Рамазан Байрамуков доложил, что район по запросам военнослужащих регулярно формирует грузы поддержки, а также ведет адресную работу с семьями. В год семи в Малакарачаевском районе запланировано много мероприятий, среди которых предоставление земельных участков многодетным семьям и семьям участников СВО. Район уже выделил более 600 участков и на этот год подготовили на еще 400. Это хорошее подспорье для семей, для их дальнейшего расширения, отметил Рашид Семрезов. В Хабезе открыли памятную доску ветерану Великой Отечественной войны Хамурзе Асланову. Мероприятие прошло при участии представителей районной администрации, регионального управления Росгвардии и сельских жителей. Подробности в сюжете Артура Мхце. В Хабезе вспоминали человека, который в 1939 году был призван на военную службу. С началом Великой Отечественной отстаивал родину в составе 26-го кавалерийского полка. Участвовал в битве на Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал от фашистов Киев. В память о заслуженном ветеране Хамурзе Асланове в его родном ауле открыли мемориальную доску. В этот день участие в мероприятии приняли представители районной власти, сотрудники Росгвардии и сельчане. Многие из тех, кто воспитывался на примере Хамурзы Ахмедовича. Один из них – внук Арсен Асланов. Наш дедушка запомнился очень веселым, энергичным, смелым, храбрым. Да, он нам воспитание очень хорошее. У него было 7 детей, 6 сыновей и одна дочка. У всех есть высшее образование. Мы все стараемся по его стопам идти. Я тоже поступил в Саратовскую военно-медицинскую академию, отучился и дальше служил. Сейчас я работаю военным врачом также в Росгвардии и приношу пользу. В годы Великой Отечественной войны из Хабецкого района было мобилизовано более 3 тысяч человек. В память о тех, кого уже нет, в населенных пунктах открыты мемориальные доски. О защитниках Родины вспоминают во время важных дат в российском календаре. Открытие мемориальной доски участнику ВОВ – это дань уважения и благодарность, кого уже нет с нами. Асланов Хамурза Ахмедович был мужественным человеком, не дрогнувшим перед опасностью лицом к плечу сражавшимся с врагами. Хамурза Асланов был награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, двумя орденами Красной звезды, двумя медалями за боевые заслуги. Родные бережно хранят о нем память. Артур Мхцезарема Карданова, Вести Карачаево-Черкесия, Хабецкий район. Региональное отделение партии КПРФ Дню защитника Отечества посвятило торжественное мероприятие, посвященное этой важной дате, чествовали представители вооруженных сил и других силовых структур, обеспечивающих безопасность нашей страны. Али Баташев подробнее. Участникам был показан ролик о создании рабоче-крестьянской Красной армии, ее истории и достижениях. Так, в годы Великой Отечественной войны каждый пятый житель Карачаева-Черкесии защищал страну с оружием в руках. Это свыше 46 тысяч человек. Каждый второй не вернулся с поля боя. 29 получили звание Героя Советского Союза. Борьба с фашизмом продолжается и в наши дни, говорили выступающие. Как бы праздник сегодня не назывался, День защитника Отечества, или мы, как люди-приверженцы Красного Знамя, называем его День Советской Армии, военно-москового флота, есть основополагающие понятия – это любовь к родине, любовь к своей чизне, желание ее защищать. Армия всегда была народной армией. И сегодня, когда СВО у нас идет, там именно наши дети, дети просто людей, простых людей российских. Поэтому она и сегодня народная. Армия безнадежного тыла невозможна. Председатель регионального отделения организации «Союз женщин России» Марина Барлакова выразила благодарность всем мамам, женам и сестрам, которые занимаются сбором гуманитарной помощи для нужд СВО. А заслуженная артистка Республики Анжела Мукова посвятила свою песню «Российским воинам». Ты держись, боец, за тобою стоит отец, за тобою стоят деды, направляют себя они. Завершилось мероприятие награждением бойцов СВО, родителей и воспитавших настоящих защитников Отечества, членов инициативных групп. Помощь бойцам Карачаева-Черкесии, вместе мы с сила. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева-Черкесия. Россия, мои горизонты, региональный филиал российского общества «Знания» на регулярной основе проводит мероприятия для учащихся образовательных учреждений, помогая им определиться с будущей профессией. О востребованности, значимости, особенностях тех или иных направлений школьникам рассказывают эксперты. На одном из занятий побывал корреспондент Артур Мхце. Для кого-то урок профориентации – просто возможность расширить свой кругозор. Для других не исключено первый важный шаг по пути во взрослую жизнь. И лекция специалиста помогает на него решиться. Каждый урок говорим о новой профессии, о разных направлениях в этих профессиях. И вот я лично сам до конца не знал, кем я буду, не определился еще. А вот на уроках уже постепенно, с каждым уроком все больше и больше на ум приходило, кем я стану. И вот я выбрал профессию инженера, но пока по направлению думаю, каким я буду. У нас были уроки по направлению медицины. У меня уже были некоторые мысли насчет того, чтобы поступить в эту сферу. Но после того, как я послушала многие уроки, мне очень понравилось. И я вдохновилась на то, чтобы все-таки пойти туда. Региональный филиал Всероссийского общества знания сотрудничает с представителями многих сфер деятельности, давая молодым людям возможность узнать как можно больше о нюансах той или иной профессии. На этот раз школьникам рассказали о специфике работы средств массовой информации. В первую очередь о том, как организован процесс создания телевизионного продукта. Быть может, кто-то после такой встречи решит стать репортером и покорять вершины ТЭФИ. У нас родители, конечно же, советуют детям своим, куда пойти, как сделать лучше. Но у них есть свое мнение. А мы тоже советуем, потому что человек, непосредственно приходя сюда, делится своим опытом, как у него проходило в жизни. И может человек, знаете, бывает разное в жизни. А когда слышишь человека рядом стоящего, ты, может, прислушиваешься к его мнению. И так намного проще определиться. Мы каждую неделю, каждый четверг знакомим их с этими отраслями. Чтобы ребенок, уже там выпускник, даже начиная с шестого класса, мог уже знать, по какому пути ему идти, какую выбрать профессию. И, вы знаете, я хотела бы сказать огромное спасибо тем разработчикам именно вот этого профминиума, что они нам дают очень шикарный материал, чтобы мы в течение сорока минут могли познакомить детей. Россия – страна возможностей. На это стараются обратить внимание слушатели и эксперты, чтобы показать направление своей деятельности как есть, без романтических прикрас, но при этом заинтересовав молодых людей реальными перспективами профессии. Артур Мхцер, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Народов много, страна одна. По таким названиям прошел отчетный концерт творческих коллективов республиканской столицы в рамках Республиканского фестиваля народного творчества «Сила России в нашем народе». Али Баташев подробнее. Майский вальс в исполнении заслуженного артиста Карачаева-Черкесии Владимира Гавриленко звучал торжественно и напоминал о великой победе. Духовой оркестр сыграл маршаль Брус, в котором прозвучал мотив, знакомый многим с детства. Красоту и великолепие танцев народов Северного Кавказа показал в своем выступлении ансамбль «Кавказ». Художественный руководитель, народный артист Карачаева-Черкесии Эдуард Хугаев. Ни одно выступление ансамбля казачьей песни заслуженной артистки России Кубани Лидии Луценко не обходится без народной песни. Понемножечку, помаленечку мы возвращаемся в Истоке. Мы возвращаемся, возвращается баян, гармошка, возвращаются народные песни. Ну потому что без своего народного, как можно говорить о народе вообще? Обязательно. Я в этом уверена, все, что это будет, и это будет очень модно в каждом народе. Отчетный концерт – это, в первую очередь, в какой мы в форме находимся, готовность номер один служить нашей стране в любое время днем и ночью. Конкурс отчетных концертов творческих коллективов отделов культуры перед населением проводится в рамках Республиканского фестиваля народного творчества «Сила России в нашем народе» с 16 по 19 февраля. По итогам просмотра всех выступлений лучшие концертные программы будут отмечены дипломами и памятными подарками. Алибаташев Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Исполнилось 10 лет со дня открытия многофункционального центра. Нагрузка на специалистов с каждым годом растет, количество услуг, которые передаются в эту систему, множится. Внедряются новые сервисы и формат работы, функционируют офисы во всех районах Республики. Остается неизменным задача ведомства – это повышение скорости и качества оказываемых услуг, комфортность их получения. О том, как ведется работа сейчас и как это начиналось, рассказал гость студии телеканала «Россия-24», директор Республиканского многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Султан Иркенов. С ним встретилась Альбина Ламкова. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен.